В последнее время ещё больше увеличились перевозки по транспортному коридору в восток-запад через территорию Азербайджана. Президент Ильхам Али в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств Организации тюркских государств отметил, что республика увеличивает инвестиции для повышения пропускной способности этого коридора. Он соединяет страны Центральной Азии с Турцией через Азербайджан. «В январе-сентябре 2024 года в сравнении с соответствующим периодом 2023 года наблюдается почти 15-процентный рост в транзитных перевозках между государствами-членами и государствами-наблюдателями. В настоящее время реализуется ряд проектов по цифровизации среднего коридора и упрощению торговли, которые повлияют на повышение эффективности логистики и уменьшение расходов». А всё это стало возможно благодаря политической стабильности и устойчивому росту экономики. В сентябре прошлого года Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет. В настоящее время на доекупированных территориях реализуются широкомасштабные проекты по реконструкции и восстановлению, в том числе транспортно-логистические инициативы. Это достаточно огромные финансовые средства. Были вовлечены специалисты для создания инфраструктурных систем. Конечно же необходимо кроме финансовых, людских ресурсов, необходимое время, технические обеспечения. Для инфраструктуры, конечно же, основополагающим является строительство дорог. Строительство дорог при горных условиях, конечно, требует и времени. Несмотря на имеющиеся объективные трудности, как отмечает эксперт, за короткое время были созданы высококачественные автомобильные и железные дороги, международные аэропорты. Все это благоприятствует развитию экономики региона. Удачная экономика географической расположения Азербайджана превращает в страну транспортно-логистический узел, благодаря чему республика будет иметь определенные дивиденды от реализации транспортных инициатив. С строительством железнодорожного участка городиз Ахбент стало возможным и дальнейшее использование дорог в направлении Нахчевана. Конечно, Зангизурский коридор является важным звеном в системе развития транспортных коммуникаций, направленных в сторону Запада. Но мы знаем, что армянская сторона создаёт препятствия для реализации этого проекта. Несмотря на это, Азербайджан обеспечивал альтернативный путь, подписав соглашение с иранской стороной. Новая дорога через Исламскую республику Иран позволит соединить основную часть территории Азербайджана с Нахчеванской автономной республикой, что будет способствовать усилению экономической связи. Также строительство и ввод в эксплуатацию этого участка позволит реализовать проект, инициированный со стороны Китая, резюмировал профессор. Это один пояс, один путь. Это серединный коридор, который обеспечит связь Центральной Азии с Азербайджаном, Турцией с выходом на Средиземноморское побережье. Поэтому реализация проекта по развитию транспортных коммуникаций будет способствовать, с одной стороны, развитию географии экономических связей Азербайджана, а с другой стороны, она обеспечит стабильность, экономическую, политическую стабильность в регионе. Поэтому реализация этих проектов имеет важное значение. А перспективы открытия Зенгизуцкого коридора и восстановления коммуникационных линий в регионе создают большие возможности как на местном, так и на глобальном уровнях. Наряду с созданной Азербайджаном транспортно-логистической инфраструктурой, свободной экономической зоной Аляд и большим опытом страны в области мультимодальных перевозок, роль Зенгизуцкого коридора как торгового моста между Востоком и Западом еще больше укрепится. В свою очередь, Армения благодаря транспортной магистрали могла бы улучшить свои экономические показатели и обеспечить выход продукции на мировые рынки.